Приехала, написала и победила. Так о своей победе говорит Ольга Меркурьева. Учащаяся выпускного класса стала победителем Олимпиады школьников «Россия и Беларусь. Историческая и духовная общность». Девушка получила диплом третьей степени. Перед тем, как поехать в Минск, Оля прошла отборочный этап в Великомустюге, а затем в Вологде, где оказалась в числе лучших. Конкурс проходил, можно сказать, два этапа. Первый – это написание сочинения. Там было несколько направлений выбора. Сочинение рассуждения, сочинение сц и анализ эпохи в историческом произведении. Я написала сочинение рассуждения по теме повода для иронии в литературном произведении. Второй этап – теория. В него входило множество заданий по литературе, русскому языку и культуре. Но Оля справилась и стала одной из лучших среди более чем 180 участников России и Беларуси. Подготовка к Международной Олимпиаде шла упорно. Большую роль в победе сыграл и опыт участия девушки в подобных состязаниях. Что касается подготовки, тут, наверное, может быть, еще определенную роль сыграло то, что Оля у нас ежегодно участвует в Олимпиадах по литературе. В частности, в Олимпиаде, в муниципальном этапе Олимпиады по литературе с 7 класса начиная, она периодически у нас становится то победителем, то призером. Поэтому, может быть, даже ее победа – это не случайность, даже, скорее всего, это не случайность, а вполне закономерность. Ну и плюс еще она человек очень читающий, очень начитанный. Не останавливаться на достигнутом – девиз Ольги Меркурьевой. Девушка – отличница, и все предметы ей даются легко, что точные, что гуманитарные дисциплины. С будущей профессией Оля пока не определилась, но уверена, что выбор будет верным. Юрий Воронин, Максим Колосов, Новости провинции. Субтитры создавал DimaTorzok